Он фотографировался возле советских монументов и военной техники времен Второй мировой войны. Открыто поддерживал Россию в войне против Украины и делал снимки с нашивками флага Новороссии. В Европе законом это не запрещено, но Дэвид Смит помимо этого на протяжении последних шести лет работал охранником в посольстве Великобритании в Берлине и занимался шпионажем в пользу РФ. Он использовал свои пропуска и возможности в посольстве для контролирования информации, которая могла бы быть очень важной для Российской Федерации и ее распространение не в интересах Британии. Его мотивация – антибританские настроения. Мы обладаем сведениями, что много информации он все-таки успел передать в РФ. В этом расследовании участвовали коллеги из НИ-5 и полиции Германии. Смит начал работать в посольстве Великобритании в Германии в 2016 году, а в 2018 начал собирать информацию для российского посольства. Эта камера слежения фиксирует, как Смит копирует данные и фотографирует информацию с мониторов. В 2020 году вы отправили два письма высокопоставленным чиновникам посольства России, в одном из которых была раскрыта личность дипломата, находящегося в России, именуемого Икс, а также данные о его коллегах. Также нам удалось отследить второе письмо военному атташе посольства России в ноябре того же года. Смит написал российскому генералу письмо с именами, адресами и телефонными номерами своих коллег, приложив также документы и информацию о работе электронных пропусков. В августе 2021 года правоохранительные органы Германии и Британии провели спецоперацию и вошли в контакт с Дэвидом Смитом. Один из наших сотрудников вжился в роль российского агента и предложил Дэвиду стать осведомителем, чтобы тот предоставлял по возможности необходимую информацию, и Смит согласился. Британские спецслужбы предложили Смиту встречу с подставным агентом МИ-5. Согласно легенде, необходимо было, чтобы мужчина по имени Дмитрий прошел в посольство с помощью Смита. При встрече подставной агент Дмитрий попросил скопировать несколько документов, они были помечены, а также выбросить упаковку от мобильного телефона, который ему предоставили. В дальнейшем эти вещи стали уликами. Эти преступления были нападением на нашу страну и могли угрожать национальной безопасности. Он неоднократно выражал резкую неприязнь к Великобритании и Германии и выражал симпатии к российским властям. Эти убеждения могли бы нанести еще больший вред, если бы Смит не был обнаружен и не привлечен к ответственности. 58-летнего охранника Дэвида Смита в августе 2021 года арестовали и обвинили в шпионаже. Дэвида Смита обвинили по нескольким пунктам. Отправка личных данных персонала британского посольства некоему генерал-майору Чухрову в посольство России в Берлине. Несанкционированное фото- и видеосъемка внутрибританского посольства. Фотографирование документов с грифом «Секретно», касающихся посольства, его работы и персонала. Фотокопирование документа, связанного с подставным российским агентом по имени Дмитрий. Этот мужчина на самом деле изначально работал на британские спецслужбы и исполнил роль российского перебежчика, желающего сотрудничать с властями Британии. Хранение упаковки от сим-карт, которые ему было приказано утилизировать. Смит всячески отрицал, что имеет пророссийские или крайне правые взгляды. В апреле 2022 года Дэвида Смита экстрадировали из Германии в Британию, а английский суд приговорил Смита к 13 годам и двум месяцам заключения за шпионаж в пользу России. Редактор субтитров А.Семкин